здравствуйте дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно меня зовут сходоев алексей и сегодня это я и сергей анатольевич мы проведем для вас как водный вебинар так и расширенный технико-экономические вебинары сегодня поговорим действительно возможности которые бывает раз сто лет и в первую очередь вебинар вводный технико-экономически ориентирован на новичков поэтому давайте мы пройдем традиционный опросник очень простой опросник путем нажатия той или иной цифры той или иной кнопки и далее ответить вы покажете в который раз вы присутствуете на данном вебинаре то есть если вы присутствуете первый раз то соответственно циферку 1 ну и так далее я думаю что ничего сложного в этом нет на сегодняшний день вебинарной комнате присутствует 124 человека у точнее меня уже не день уже поздний вечер и у нас был также дневной вебинар в первую очередь я повторюсь вебинар ориентирован для новичков то есть здесь собираются люди которые интересуются подачи информации то есть оттачивает свой навык именно первичной подачи информации и те люди которые действительно в первый раз присутствуют в проекте пожалуйста проголосуйте все так как этот опросник очень важен для нас для понимания статистики сколько приходит на вебинары именно новички вебинары не ходят то есть ведется работа как говорится в поле то информация может быть донесена минимально и те новости которые на сегодняшний день наш проект радует они позволяют действительно входить проект и даже в тот же день и сразу же даже в офисе если говорить про региональные представительства люди инвестируют в проект и понимают сколько глобально в проекте они на сегодняшний день участвуют и соответственно то что skyway на сегодняшний день это никакое не дальнейшее далекое какое-то будущее это самое ближайшее будущее перспектива которая ожидает планету земля весь мир уже в самом ближайшем будущем самые ближайшие года так как я понимаю присутствует всего 7 новичков если кто-то не проголосовал то пожалуйста просто поставьте циферку 0 если вы присутствуете первый раз и вдруг и не поняли как голосовать в чате если вы естественно не проголосовали давайте чуть подождем те кто голосует и собственно начнем наш вебинар по поводу на мой взгляд одной из самых перспективных технологий на сегодняшний день сейчас очень много технологий развивается в том числе активно развивается искусственный интеллект и многие корпорации поглощены внедрением именно этой задачи искусственный интеллект и друзья на самом деле наше с вами счастье наше с вами удача что тот рынок на который мы с вами выходим это рынок транспорта второго уровня транспорта нового поколения он недооценен крупными игроками и сейчас несмотря на то что достаточно много было попыток введения подобного рода бизнеса и вывода на рынок подобной технологии но у многих не получалось потому что это не просто в плане технологичности плане инженерных расчетов и соответственно это должно в первую очередь оккупация это должно быть прибыльно это должно быть перспективно и выгодно для инвестирования соответственно крупными венчурными фондами как мировыми так и европейскими и и также должно складываться из того что технология которая появляется уже присуществующей транспортной технологии должна быть более эффективной и более более экономящей так скажем затраты как человеческие так и трудозатраты так и затраты на строительство при использовании материалов и соответственно вот этим всем критериям в том числе удовлетворяет полностью технология skyway и то что Анатолий Эдуардович более 35 лет назад начал этот очень серьезный и очень важный для всей планеты путь вывода не только на рынок транспорта второго уровня но и в конце семидесятых годов была представлена модель как вывести промышленность в открытый космос и через 15 лет после этого Анатолий Эдуардович познакомился с Сергеем Анатольевич выступит уже в следующей по второй части вводного технико-экономического вебинара и я расскажу свое видение почему действительно технология skyway необходима более чем 99 процентов населения земли собственно я принимаю участие в проекте с февраля 2014 года но уже за это время понял что на сегодняшний день мы имеем многие процессы которые происходят фактически мгновенно то есть это передача видеосигнала это мобильная сотовая связь и этот гаджет невозможно было представить даже десять лет назад что он будет выглядеть таким образом то есть это были сумасшедшие платы за тарифную мобильную связь были различные стандарты кто помнит спутниковый стандарт CDMA были пейджеры были на ладоннике и более того я вот когда изучал историю развития мобильных смартфонов была даже проекция причем это восемь лет назад была попытка и непосредственно использование сенсорной клавиатуры то есть проекция клавиатуры на любой тип поверхности сегодня это не используется потому что у нас есть в мобильном телефоне обычная клавиатура то есть это неэффективно это лишнее и как раз таки та технология которая на сегодняшний день сможет занять преобладающую нишу именно в транспортной индустрии должна удовлетворять в первую очередь безопасности во вторую очередь дешевизне как перемещения так строительства и в третью очередь комфорта перемещения и естественно скорости перемещения и как раз таки технология skyway струнная технология анатолия дардача юницкого на наш взгляд на взгляд именно приверженцев школы анатолия дардача юницкого гениального инженера изобретателя ныне генерального директора генерального конструктора международной группы компании skyway это тот человек который придумал струнный транспорт и поэтому струнный транспорт носит имя анатолия дардача юницкого и как раз таки струнный транспорт позволит сковать новую цепь это недостающие не побоюсь этого слова звено будущей мировой логистики так как когда многие процессы банковские переводы транзакции естественно skype естественно вайбер естественно ватсапс это порождение пятого технологического уклада работают фактически мгновенно то есть это скоростная работа высокоскоростная работа и более того недавно великобританские ученые удалось великобританским ученым передать примерно за несколько секундов секунды игры престола весь сериал то есть это более 20 серий соответственно представьте какие скорости передачи цифровых сигналов на сегодняшний день достижимы чего не скажешь о перемещении товаров и грузов по традиционной железной дороге то есть это от 20 максимум до 30 км в час чего не скажешь о перевозках морскими путями чего не скажешь о перевозках даже авиатранспортом несмотря на то что авиатранспорт это скоростное перемещение то есть это от 700 до 1000 км в час но перевалочные пункты и что касается путешествий пассажиров многочисленные пересадки многочасовые пересадки позволяет говорить о том что действительно мы теряем долгие часы сутки иногда даже месяцы в пути это касается как людей так и товары и грузы огромные транснациональные корпорации а также мелкие средние предприятия терпят от этого серьезные убытки и все на сегодняшний день ждут новую технологию которая ворвется в транспортный рынок и займет достойную нишу этого в первую очередь крупные финансисты этого в первую очередь ждут крупные венчурные европейские фонды мировые фонды крупные финансовые группы в том числе закрытые финансовые группы это новые отрасли бизнеса это новые ниши это новая как добавленная стоимость так и новое производство металла и так далее соответственно загрузка полная металлургии и освоение новых месторождений и соответственно построение сети транснет именно в железе спровоцирует фактически мгновенный мультипликативный эффект роста мировой экономики то есть если сейчас это примерно 70 с лишним триллионов долларов насколько я помню крайние сведения которые я видел причем необеспеченными деньгами большее количество денег находится в обороте то мировая экономика также увеличится и увеличится она не за счет воздуха не за счет включения печатного станка как это делают многие государства а за счет реальных бизнес которые создают реальные новые потребности соответственно которые начинается реальный оборот денежных средств и растет опять же реально мировая экономика на сегодняшний день мировая экономика приближается к серьезному кризису и бреттон-вудская система давно уже подходит к своему закату но немножко я отвлекся и на самом такие серьезные глобальные сфинансирования проекты губернатором красноярского края бывшим губернатором трагически погибшим к сожалению лебедем Александром Ивановичем и именно он профинансировал первый технопарк это был не техноэкопарк который сейчас мы строим но технопарк и произошло испытание именно второго поколения струнной технологии Андрея Эдуардовича Юницкого в первую очередь это было испытание путевой структуры то есть вдумайтесь в то что на подобной путевой структуре даже образовывалась наледь более 5 сантиметров специально сначала один слой намораживали потом когда этот слой замерзал еще один слой поливали водой и намораживали и сделали наледь которая была просто разрублена перемещением рельсового автомобиля по путевой структуре фактически это перемещение сталь по стале поэтому не стоит удивляться стоит удивляться просто именно гениальности Анатолия Эдуардовича Юницкого что он такие простые решения применил именно в транспортной сфере это технология была в 2009 году презентована Дмитрию Анатольевичу Медведеву и к сожалению по неустановленным причинам не установленными лицами наш технопарк на тот момент в московской области городе озера был трагически уничтожен но трагически или к счастью на самом деле стоит гадать потому что это позволило Анатолию Эдуардовичу Юницкому прийти к новому решению совершенно новому решению в развитии корпорации в первую очередь и неожиданному решению для многих потому что до этого еще до 2013 года были попытки переговоров с крупными инвесторами но все заканчивалось одним и тем же крупные инвесторы желали входить на таких условиях что к сожалению Анатолий Эдуардович Юницкий и вся команда развивающая Skyway на тот момент оставалась мягко говоря неудел и естественно на условиях когда вся интеллектуальная собственность была создана Анатолием Эдуардовичем Юницким он не мог принимать условия которые смогут помешать развитию бизнеса в будущем и кто-то сможет завладеть бизнесом и собственно была даже определенная история в Австралии когда крайняя попытка и казалось бы все развивалось но произошел рейдерский захват и соответственно это была крайняя такая капля которая перевесила чашу весов именно в сторону народного финансирования либо краудинвестинга если говорить иностранным словом почему краудинвестинг это от краудфандинга пошло но если краудфандинг это когда вы инвестируете в надежде получить продукт или часть продукта пример этому очки Oculus Rift очки виртуальной реальности многие люди инвестировали в этот глобальный стартап и получили не доли не шеры не стоки они получили просто очки то есть в зависимости от инвестиций либо одни очки виртуальной реальности либо несколько люди получили но как только они увидели что компания вышла на капитализацию как только они увидели что акции начали обладать серьезной прибылью и они теоретически могли получить достаточно интересные дивиденды они начали задумываться и самые смышленые даже начали подавать в суд но было уже поздно потому что это был краудфандинг никаких никаких долях и речи не могло идти а как раз таки краудинвестинг это то направление когда человек именно в обмен на свой риск в виде венчурной премии за свою инвестицию в проект высокорискованный проект я могу сказать что сейчас это не сказал бы что прямо высокорискованный проект но это рискованный проект потому что произойти может все что угодно но когда я входил в проект в феврале 2014 года не была отлажена финансовая система поступления денег и все буквально рождалось на глазах и первый свой денежный перевод я сделал просто на карточку непонятно кому незнакомому абсолютно лицу и собственно в надежде получить акции скайвей сертификат скайвей дающие право именно пользоваться далее дивидендами и естественно я его получил но в первую очередь при вкорнении проекта я обратил внимание на огромную серьезнейшую техническую составляющую потому что те направления которые выдвигает именно на мировую арену компания скайвей египет городской пассажирский транспорт 2 цифра ну и и высокоскоростной транспорт посмотрите как эти первые препятствия whose mild Первых планшетов, первых компьютеров, разработки первого программного обеспечения. Этим занялся гениальный на тот момент молодой еще человек Билл Гейтс и появилась фирма Майкрософт. Также вы помните таких гигантов, как Стив Джобс, Эппл и эта капитализация в 9 сотен миллиардов долларов. И, соответственно, это действительно примеры, которые заставляют задумываться, а хотели бы вы обладать долей данной компании, подобной компании. И как раз таки компания Skyway, я это понял примерно через год своего развития в проекте, понял и принял. И, соответственно, начал доносить именно с точки зрения этой людям, так как я предпочитаю честный бизнес, то, что это действительно намного серьезнее, чем Эппл, Гугл, Алибаба вместе взятые. И добавить можно Майкрософт. Потому что экономический потенциал, как говорит Анатолий Эдуардович Уницкий, это тысячи триллионов долларов. Тысячи триллионов это уже учитывая тот весь экологический эффект, который будет способствовать именно омоложению нашей планеты и решению многих серьезных экологических задач. И если говорить про тот эффект, допустим, если заменить все автомобили на сегодняшний день юнибусами, то это будет примерно 630 миллиардов тонн. Триллиона будет сэкономлена. Это очень серьезные показатели и, соответственно, очень серьезные и весомые показатели для нефтяной промышленности. Потому что, как говорил Дмитрий Иванович Менделеев, именно то, что сейчас использовать нефть в таких целях, на которых она используется, это то же самое, что топить печь ассигнациями. То есть кидать просто деньги в печь. И я с этим утверждением абсолютно согласен. И я согласен с тем, что действительно транспорт ближайшего будущего призван экономить энергию, экономить материал. И те ресурсы, которые должны расходоваться на металлургию, на нефтехимию, на производство полимеров, пластмасс, естественно, это должно идти только на эти цели. На данном слайде, для примера, мы приводим именно стратегическую точку входа. Это легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт. Но по сертификации это будет даже не транспорт, это будет более как аттракцион. Одноместный юнибайк. Есть даже спецификация юнибайк U4-610, как у аэробусов, так и у боингов. И это логично, это правильно, так как модельный ряд будет расширяться и сейчас выводится на рынок четвертое поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но я думаю, что Анатолий Эдуардович Юницкий уже конкретно понимает, каким будет пятое поколение технологии. Чтобы быть всегда на шаг впереди от конкурентов, несмотря на те преимущества, которые сейчас уже несет себе технология. Это, естественно, высокая социальность проекта и всей транспортной индустрии второго уровня, именно основываясь на технологии Skyway. Это дешевизна, действительно, и народность передвижения на транспортных модулях Skyway. Независимо от того, каким доходом вы обладаете, независимо от того, в стране вы живете, где будет построен транспорт Skyway. И, соответственно, это будет действительно перемещение для народа. И транспорт второго уровня, он позиционируется, и можно сравнить даже с эпохой Форда, когда Генри Форд создал не первый автомобиль вообще, но он создал и вывел на рынок именно первый народный автомобиль. Стоимостью, которую мог себе позволить человек среднего класса, и, соответственно, благодаря этому был сформирован массовый рынок и массовый захват автомобильного рынка в числе первой десятки. Сейчас уже, естественно, компания Форд не является первой, но, опять же, могу сказать, так как эта технология была проработана, и у Форда, скорее всего, на несколько лет вперед уже новых поколений технологий, новых моделей не предвиделось, именно с опережением на много лет вперед. Что есть у ЗАО «Струнные технологии», что есть, естественно, в первую очередь в голове Анатолия Эдуардовича Юницкого. И те люди, которые общались с Анатолием Эдуардовичем Юницким, понимают, насколько проницательным предсказанием, визионерством, как угодно можете называть, но это действительно наша безопасность, безопасность наших инвестиций, что такой человек стоит во главе именно в первую очередь в технических вопросах, естественно, также в финансовых и так далее, потому что, повторюсь, Анатолий Эдуардович является генеральным директором и генеральным конструктором международной группы компании Skyway. И если говорить про долговечность, то это можно сравнить с Вантовыми мостами, срок службы примерно 99-100 лет, то есть фактический век. Как говорится, технология Skyway действительно на века. Если даже, к примеру, произойдут какие-то серьезные изменения по условиям, даже ураганные порывы ветра, даже сели наводнения и так далее, технология Skyway выстоит, путевая структура не станет разрушенной, опоры выстоят. И я приводил такое сравнение, еще раз привожу. Когда происходит наводнение, многие дома, небоскребы, они либо разрушаются полностью, либо, соответственно, получают огромные повреждения. Что касается промежуточных опор, то они как остались стоять, так и останутся. Это можно сравнить с пальмами. То есть многие здания разрушаются, пальмы же остаются на своем месте, нетронутыми абсолютно. Это не зависит от того, насколько сильным было наводнение. Естественно, есть определенная сила и мощность цунами, которая может снести все на своем пути. Но даже в этом случае, я думаю, что наши стальные опоры, наши железные опоры останутся на своем месте. Если говорить про взрыв, то есть террористическую опасность, к примеру, произошел взрыв, путевая структура просто чуть-чуть провиснет. И она не разрушится, и возможность движения транспортного модуля также будет продолжена. Ну и что говорить о экономиях ресурса, материалов, энергии, что складывается в первую очередь из очень серьезной аэродинамики. Из серьезного показателя аэродинамического, это коэффициент аэродинамического сопротивления подвижного состава Skyway. Если сравнивать даже со сильным болидом типа Bugatti Veyron 0,35, кто знает именно элементарную физику, то в самолете, допустим, спортивном, либо военном самолете, то есть в авиации все прекрасно понимают, что очень серьезные показатели аэродинамики. И также коэффициент аэродинамического сопротивления будет значительно ниже. Не значительно, но ниже. Значительно ниже это у спортивного болида. То есть я не говорю про другие автомобили, обычные автомобили, так скажем. И вообще вот концепция юнибайков, концепция перемещения спортивно-экскурсионного направления, когда вы будете перемещаться на втором уровне, вы сможете также крутить педали вашими ногами, дергать рычаги и также заниматься физическими упражнениями одновременно. И я думаю, что все это будет разрабатываться в соответствии с ведущими стандартами крупных мировых разработчиков тренажеров и так далее. В этом случае, естественно, вы будете перемещаться с помощью беспилотного управления. То есть никакой речи об авариях не может идти. Так как четко подразумевается, четко установлено и соблюдается расстояние между транспортными мотулями, как спереди, так и позади. И, соответственно, если говорить про авиацию, то не будет никакой зоны турбулентности, если вы будете даже перемещаться со скоростью 500-600 км в час, что будет возможно при передвижении в высокоскоростном подвижном составе Skyway. Чего не скажешь об обычной авиации. То есть регулярно мы замечаем, что стюардесса нам напоминает, что приближается зона турбулентности. И те люди, которые обладают морской болезнью, они будут просто счастливы и рады перемещаться на транспортном модуле Skyway, потому что ни о каких перегрузках, ни о каком укачивании речи и не будет. И, соответственно, очень серьезная аэродинамика складывается в показателе серьезной экономии топлива. То есть вдумайтесь в то, что городской пассажирский транспорт сможет перемещать до 60 даже человек. То есть это будет типа Икарус, составной модуль, так скажем. И расход топлива на одного пассажира возможен достижению даже 100 грамм топлива на пассажира. Это очень серьезные показатели. Если говорить про расход на 100 километров, то 2-3 литра на 100 километров устроило бы вас? Ответьте сами, пожалуйста, на этот вопрос для себя. Я думаю, что автолюбители прекрасно меня понимают при расходе максимально таком эффективном 8-9 литров на 100 километров при перемещении без каких-либо резких движений, при перемещении просто по трассе на тех моделях автомобилей, которые не сильно расходуют топливо. И на самом деле, почему же называется струнная дорога? Почему называется струна? Это предварительно напряженная, закрепленная на концах анкерных опор, растянутая, неразрывная конструкция стакадного типа. То есть это, можно сказать, балка. И внутри находится множество стальных проволок. Диаметр может быть от 2 до 15 и выше миллиметров. Далее идет их закрепление, чтобы они не болтались. Далее идет омоноличивание специальным раствором. Далее ставится головка рельса. И, соответственно, по этой головке рельса, которая также является инновационной, она не имеет никаких ребордов и так далее. Как вот, допустим, железнодорожное полотно имеет. И, более того, колесо, оно тоже у транспортного модуля Skyway особой формы. То есть если конической формы у железнодорожного состава, то у нас перемещение не идеально круглого, но фактически круглого колеса, сталь по стале. Соответственно, нет никаких угроз, опять же, обледенению, наледи, пескам, камешкам. Чего не скажешь о подвижных составах ТЖВ, например. Чего не скажешь о подвижных составах Сапсан, Ласточка и так далее, которые перемещаются между Санкт-Петербургом и Москвой, например. Когда необходимо после перемещения состава ТЖВ по французской технологии вычищать путь, чтобы, не дай бог, там не было камешков. Потому что иначе произойдет просто авария. И задумывались ли вы, почему такие серьезные ограждения вдоль трасс высокоскоростных составов устанавливаются? Это говорит о том, что очень большой шум происходит от данных современных на сегодняшний день транспортных технологий. Я не говорю об огромных затратах на материалы, о высокой стоимости строительства. То есть это может достигать сотен миллионов долларов на километр. Если говорить про нашу стоимость строительства, то для юнибайков, для именно Российской Федерации, это возможно даже именно путевой структуры. 500 тысяч долларов на километр. Если говорить про остальные направления городской пассажирский, высокоскоростной, то это максимум до 6-7 миллионов за километр. Естественно, это зависит от типа рельефа местности, это может быть и чуть больше. Естественно, это зависит от климатических условий. Но покажите мне транспортную технологию, которая на сегодняшний день смогла бы перемещаться. И опоры могут устанавливаться на болотистой местности, на песчаных территориях, в условиях вечной мерзлоты, в очень суровых климатических условиях, в очень серьезных холодных условиях при низкой температуре. Покажите мне транспортное средство, действительно, если кто-то знает, если такие технологии существуют, напишите, пожалуйста, в чате, обязательно, как закончить свою часть, прочитаю. Но грош цена была бы моим всем высказыванием, речем, если бы сейчас не началось бы строительство, точнее началось оно еще год назад, и более полутора лет назад было сформировано ядро. То есть это первые люди в научно-производственном конструкторском предприятии, первым сотрудником, естественно, был Анатолий Эдуардович Ницкий. Сейчас работает более 200 людей в научно-производственном конструкторском предприятии, это более 13 различных КБ, и, соответственно, эти люди действительно уже создали техническую документацию, подготовили, и этим риски намного снижены. И эти люди уже конструируют, проектируют вначале, и затем конструируют в реальных условиях, в реальном железе, в реальном бетоне уже технологию Skyway в воплощении, в воплощении именно в жизни, в современном мире. И экотехнопарк является не то, что каким-то участком просто строительства, это будущий шоу-рум, это будущий центр реализации, демонстрации и дальнейших продаж транспортных модулей. То есть, можно сказать, смело заявить, что экотехнопарк посетят все представители государств, которые захотят, чтобы действительно технология Skyway была в их государствах. Если говорить про перспективы, то уже сейчас установлены отношения с Ирландией, с различными губернаторами по Российской Федерации. Я говорю про инвестор-проводящую систему, то есть, то, что конкретно знаем мы. И я не имею понятия, какие адресные проекты развивает корневая компания. Я точно могу сказать, что месяц назад, месяц лишним назад были проведены серьезнейшие переговоры с людьми достаточно серьезного финансового круга и достаточно серьезного опыта, профессионализма, построения и упаковки серьезных инфраструктурных проектов. И, соответственно, переговоры эти прошли успешно. На сегодняшний день мы можем сказать, что до конца 2016 года, теоретически, возможно, потенциально, в ближайшей перспективе, если все сложится хорошо, я неспроста говорю такие слова, этим самым я напоминаю, что проект венчурный, финансирование корневой технологии может быть уже закрыто. То есть, в 2017 году такой возможности может не быть. А что такое корневая технология? Это когда дольщик-совладелец действительно сможет получать прибыль, дивиденды от всех адресных проектов, от всех объектов внедрения технологии Skyway вообще в мире. Те, кто будет далее присоединяться и становиться дольщиком-совладельцем уже конкретных адресных проектов, будут получать прибыль только от конкретного адресного проекта. Итак, дамы и господа, это действительно возможность, которая бывает раз в сто лет, ее не будет ни у наших с вами детей, ее не было ни у наших родителей. Это действительно возможность дать достойный отпор современному экономическому кризису, современному российскому кризису, который просто опоясал наши бизнесы и многие сферы жизни современного русского человека. Это действительно возможность обеспечить свое будущее уже сегодня в настоящем и обеспечить будущее для своих будущих поколений, для внуков и даже для правнуков. Этому подтверждение слова еще на начале развития проекта Казина Михаила Леонидовича, Делягина Михаила Геннадьевича, Жириновский Владимир Больфович, также упоминал в совершенно недавнем времени о проекте. Можете посмотреть на нашем канале, я дам обязательно ссылки на канал, дамы и господа новички. И именитые, так скажем, люди, которые занимали руководящие позиции в транспортной индустрии Российской Федерации, это Гришин Сергей Анатольевич, который является ныне президентом Новотранса, это компания по грузоперевозкам. И я думаю, что он посещал с делегацией и целью посещения Минского научно-производственного конструкторского предприятия Skyway было им раскрытие потенциала в первую очередь для себя и для своего бизнеса и применение уже в ближайшем будущем, в том числе, возможно, в Новотрансе. И я всегда повторял о таких серьезных достижениях Людмилы Хьюз. То есть мы, естественно, как руководители ускорили этот процесс. И так появился Рот Хук, замечательный человек, открытый человек, который также проинвестировал некоторую сумму, я не буду говорить, какую сумму, но он проинвестировал в инвест-проводящую систему сумму. И сейчас бывший директор транспортного департамента Южной Австралии действительно занимается серьезной упаковкой серьезнейших инфраструктурных проектов в Австралии по городскому, пассажирскому и грузовому направлению. Они еще не занялись, так скажем, упаковкой проектов по юнибайкам. Это будут менее прибыльные проекты, но их будет очень много. И срок окупаемости у юнибайков в туристической рекреационной зоне может быть очень и очень серьезным и высоким. И совокупный мультипликативный эффект от множества таких проектов может сравниться даже с такими масштабными проектами, как Вьетнам Ханой Хэшэмин, как Лондон Токио, как освоение месторождения в Боливии, в Монголии. И, естественно, это продажа чистой питьевой воды, русского пищевого холода. В том числе, браться это все будет, естественно, в тех количествах, которые будут не в урон экологии, то есть это не более полутора процентов, из озера Байкал. И это может мгновенно, фактически при применении, мгновенно, я говорю про несколько лет, ускорить развитие экономики Российской Федерации, увеличить в десятки раз ВВП Российской Федерации. Это действительно, для меня лично, серьезные, весомые причины. Я не буду говорить про то, что технология была признана инновационной 11 февраля 2015 года при Министерстве транспорта, 2016 года при Министерстве транспорта Российской Федерации. То, что технология была признана самой перспективной Михаилом Орловым, это совладелец, учредитель Международной Академии ТРИС, теория решения изобретательской задачи, которая для меня лично очень авторитетна. Про очень серьезную оценку Сергея Анатольевича Гришина я сброшу интервью. И это действительно шанс, шанс для каждого из нас с вами войти в ту нишу, в тот проект, который будет обладать очень серьезной капитализацией. Никто вам сейчас не скажет, сколько дивидендов вы будете брать, потому что насколько будет крупным рынок, можно только строить прогнозы и предположения, но по моим ощущениям уже через 3-5 лет это будет как минимум один к одному, а скорее всего это будет больше, именно по тем дисконтам, по тем пакетам, которые на сегодняшний день вы приобретаете в обмен на свой риск, на свои пожертвования, времени, инвестиции в проект и в обмен на свой интерес, если вы просто регистрируетесь и получаете в подарок 100 акций, первый стартовый пакет, который, кстати, появился также не просто так, это за счет именно появления дополнительных резервов, ввиду того, что те инвестиции, которые предполагались по прошлым дисконтам, они происходили в более мелких объемах и в более крупном количестве. Соответственно, я думаю, что вы все законы оптового рынка понимаете, и появился определенный жирок, так скажем, и этот жирок с удовольствием можно расходовать на рекламные цели, на которые обычно расходуется 80-70%, иногда 90% всего бюджета компании, например, компания Coca-Cola расходует 80% своего бюджета на рекламу по всему миру, мы же не расходуем на самом деле ни цента на рекламу, на форумы нас приглашают уже давно, нас самих, часто за минимальные условия, либо вообще за бесплатно, то есть что можно сказать также о берлинском форуме, крупнейшей мировой транспортной выставки, которая будет проходить уже в сентябре 2016 года. Друзья, это действительно те весомые показатели, что это супер причины бежать и рассказывать о SkyWay окружающим людям. Если бы я услышал таким образом, с такой подачей информацию еще в 2014 году, то скорее всего те крупные покупки, которые я делал еще, может быть немножко сомневаясь в проекте, даже когда я его развил полгода, допустим, и не общаясь еще с крупными инвесторами завода и так далее, сейчас у меня барьер давно, я общаюсь с любого рода людьми, независимо от того, директор завода это, либо это министр, либо это иностранец, либо русский человек, не зависит от никого, и ни от каких обстоятельств и фактов. Так как, повторяю, на мой взгляд, технология SkyWay нужна 99% населения Земли. Строй SkyWay, спасай планету. Дорогие друзья, один из наших слоганов. Ну, а я передаю слово эксперту в технологии SkyWay, консультанту по глобальному развитию технологии SkyWay, Сергею Анатольевичу Сибирякову, это тот человек, который занимается технологией более 15 лет. Я же занимаюсь всего каких-то два года. Сергей Анатольевич, вам слово. Добрый вечер. Как видно, как... Вот, я с удовольствием послушал выступление Алексея. Вот, мы, как вы уже заметили, наверное, ввели такую практику, что первый час в 19 часов мы ведем для новичков, ну, там минут 40-45, 50, потом небольшой перерыв, когда показываем последние новости. Вот, и потом уже вебинар для тех, кто хочет углублять и расширять свою информацию, навыки для того, чтобы унести дальше информацию. При этом вебинар, который мы ведем для новичков сейчас, он рассчитан как для тех, кто зашел первый раз, так и для тех, кто сейчас тренируется и доносит информацию для тех, кто услышал первый раз. И мы информацию пытаемся доносить в разных аспектах, с концентрацией внимания на тот или иной аспект технологии, то есть смотрим, как лучше получается. Поэтому, друзья, сейчас внимательно смотрите, те, кто также участвует в этой работе. Для новичков я могу сказать, у нас всегда где-то процентов 10-15, иногда 20% на каждом вебинаре, то есть если сейчас 239, но это стали уже подходить в основном те, кто на второй вебинар, для тех, кто уже участвует в процессе. Обычно где-то 10-15-20 человек новых, новых, которые только услышали о проекте. Для них Алексей все основные понятия, основные наши постулаты рассказал. Я могу от себя только добавить, что, друзья, вы подсоединяетесь к интересному проекту, который развивается не первый год и даже не первое десятилетие. Если говорить с точки зрения научной классификации, то это следующее развитие инженерного, цивилизационного развития, которое уже по определению академика Кондратьева еще начала 20-го века, он определил длинные экономические и технологические циклы, которые определяют данный период развития. И ни для кого, допустим, сейчас уже не секрет о том, что интернет и все, чем мы сейчас пользуемся, это веление времени интернета, кремниевые технологии. Мы знаем своих героев этого времени, там и Цукенберг, и Добс, и Билл Гейтс, и компании, которые капитализировались в десятки, сотни миллиардов долларов, и там, по-моему, Apple уже усиленными темпами идет капитализация в триллион долларов, что, в общем-то, еще какое-то время назад даже было трудно предположить. Но, друзья, это все сделали инженеры, это все создали инженеры, и это все цивилизационное развитие. Мы увидели с вами, как появился первый компьютер, когда только услышали это понятие, потом увидели, потом мобильный телефон, потом мобильный интернет, потом GPS. Сегодня дети наши уже общаются вообще на языке, который так со стороны уже трудно понять, когда они друг другу там что-то перекидывают по скайпу, или там по WhatsApp, или там по Viber. То есть это выглядит очень сейчас интересно и забавно. Но, тем не менее, это веление нашей жизни, и это цивилизация, которая сегодня шла. И следующий цивилизационный шаг, над которым работает наша техническая и научная школа, то есть научно-экономическая школа, приверженцем и последователем, которым мы с Алексеем являемся. Создатель и родоначальник этой экономической, технологической школы, это инженер Анатолий Даш Юницкий, который изначально создал концепцию транспорта второго уровня, потом разработал технологические решения, потом собрал огромное количество ноу-хау, которые эту технологию делают крайне привлекательной с точки зрения применения уже конкретных технологических процессов. И сегодня уже он создал компанию, которая приступила к первой демонстрации, испытаниям, сертификации, защите интеллектуальной собственности и уже запуску конкретных проектов с использованием этой технологии. Таких проектов десятки и десятки, это сегодня потребность сегодняшней экономики, сегодня нужна новая руда в труднодоступных регионах, сегодня нужен коксующийся уголь, сегодня нужны цветные редкоземельные металлы, сегодня нужны запасы фосфоритов, которые сегодня также остались в вечной мерзлоте, сегодня нужны и пактные алмазы, то есть это то, что сегодня востребовано современной экономикой, но та транспортная коммуникационная система, которая сегодня существует, она технологически эти решения, эти задачи выполнить не может. И следующим этапом, это как раз вход струнной технологии, создание такого концепта, как транснет, чтобы было понятно, что интернет, это, мы как его называем младшим братом, это сетевая структура, которая объединила все миллиарды пользователей, микроэлектронных устройств, которые посредством электронного программирования, модулирования сигнала, могут общаться и передавать информацию. И интернет, это сбор, обработка, передача, использование, хранение информации. Это то, что сегодня уже развивается, и это на наших глазах информационная и технологическая революция. Сегодня подошло время к следующему технологическому шагу. Сегодня потребность – это быстрого, безопасного, экономичного, экологичного перемещения, использования энергии для движения. И это дает новый концепт, новое агрегированное понятие, которое ввела наша экономическая школа, которая называется «Транснет». Это следующая сеть следующего поколения, которая является экономическим, технологическим, транспортным, информационным и энергетическим коммуникатором, который запускает всю коммуникационную систему. Исходя из этого, так как мы стоим у истоков, и инженер Юницкий нам дает сегодня в конструкторском бюро решения, которые готовы к применению уже как основа нового бизнеса, то мы, исходя из этого, можем считать прибыльность, мы можем считать, могут ли акционеры продавчие своих актов инвестируют определенную сумму. Давайте вот такого сложного вопроса, связанного с капитализацией и так далее, я, друзья, буду отвечать уже на втором вебинаре. Это все-таки экономическая, технологическая тема. А сегодня, ну и вы уж не обессудьте, мы ориентируемся больше на новичков. Поэтому я обязательно отвечу. Я уже писал и про капитализацию, и про получение дохода, и про дивиденды, и про перевод акций, и юридическую защиту. И все это, как раз, друзья, будет обязательно во второй части, ну или не во второй части, а в вебинаре, в основном, как мы называем, в 20-часовом, как мы называем технико-экономическом расширенном. А сегодня, обращаясь, друзья, к тем, кто только включился, тем, кто только узнал о проекте, я могу сказать, что это очень большое интересное дело. Оно действительно необычное, потому что еще ни одна технология, ни одна такого уровня, прорывная концепция, технологическая концепция не делалась за счет краудинвестинга, народного финансирования. Ни одна концепция не делалась с помощью создания инвест-проводящей системы участники одновременно являются и инвесторы, и потенциальными потребителями этой технологии, кем мы с вами являемся. И, соответственно, еще ни разу не создавалось такое сообщество людей, которые своей синергией двигают такому роду масштабный проект. И сейчас, уже как результаты этой работы, мы сегодня уже на той стадии демонстрации, которая еще идет и идет, и 23-го до 4-го апреля мы будем присутствовать на полигоне, будем присутствовать в экотехнопарке для того, чтобы участвовать в празднике SkyWay, в празднике весны, в празднике сообщников и тех, кто запускает проект с точки зрения старта и участвовал в самых ранних стадиях развития, это, друзья, будет действительно очень интересный момент. И мы с вами увидим текущее сегодня состояние, то есть мы увидим, что происходит в экотехнопарке, что сегодня строится, как происходит монтаж, это все будет на наших глазах. Мы будем сами своими руками сажать фруктовый сад, который действительно там более 4,5 тысяч саженцев. Это все развитие, которое вы увидите своими глазами и будет научная конференция, будут круглые столы. И все это, друзья, для того, чтобы мы с вами увидели именно текущее положение дел. То есть никто не говорит о том, что это окончательная презентация или это приурочено к чему-то. То есть мы формально, неформально, а как по времени совпало, мы приурочили все-таки этот фестиваль SkyWay к дню рождения Антона Юницкого, потому что у него недели раньше день рождения. Поэтому есть повод, как говорится, собраться, поздравить лично, поучаствовать в мероприятии, которые действительно выводят проект на новый уровень. А так, это, друзья, просто как промежуточный отчет о том, что сделано, что делается, что дальше будет сделано. И, соответственно, для того, чтобы мы с вами двигались дальше еще более уверенно, хотя я не знаю, куда для основных активистов, куда еще более уверенно. И, соответственно, для того, чтобы каждый из вас понимал, что мы делаем и как делаем. И вообще такое, уже из практики, мы видим, когда собирается такое количество единомышленников, направленные идеями на решение одной задачи, которые направлены, хотят и работают в этом направлении, то это всегда очень важное и важное событие. Поэтому, друзья, приглашаем всех, кто подключился, или кто уже в проекте. Будет возможность пообщаться с Анатолием Довичем Юлицким, со всеми активистами, директорами, теми, кто продвигает проект, с инвесторами. Там будет ряд крупных инвесторов, которые уже инвестировали крупные. Там будут ряд представителей мэров, губернаторов различных городов. Будут представители крупных инвестиционных фондов, которые также присматриваются к проектам. То есть, это тоже такая интересная работа и интересный этап. И, соответственно, друзья, там уже будет бесполезно задавать вопрос. Если сейчас еще где-то мне пишут в почту или спрашивают, почему вы так уверены, строй Skyway, спасай планету, что это не пустой лозунг, а действительно серьезное утверждение, то я думаю, что для тех, кто уже в проекте, для тех, кто реально участвует в его развитии, этот слоган, это утверждение, эта программа к действию давно перестала быть уже пустым звуком и пустым словосочетанием. Поэтому, друзья... Как-то... Да, не могут войти. Да, друзья, юридические, технологические сборы у нас периодически бывают, поэтому ничего в этом страшного. Это, друзья... Так вот, друзья, я прощаюсь с теми, кому сейчас наша информация была неубедительна, кто прослушал Skyway, ему неинтересно, и он решил, что двигается дальше, им я рекомендую просто следить за проектом, смотреть, и я вас точно могу заверить, рано или поздно вы примете решение участвовать в проекте, хотя бы потому, что в этом будут участвовать все, даже хотя бы исходя из того, что вы будете покупать билет на юни-леты, на юни-байки и, соответственно, перемещаться. Поэтому вы все равно будете участвовать в этом проекте, так же, как сегодня, все участвуют в мобильном интернете, интернете, мобильной связи, потому что это сегодня у всех. Ну, а мы с вами, друзья, продолжим работу через несколько минут. Сейчас у нас небольшой технологический перерыв. Мы его всегда делаем новостными роликами из конструкторского бюро, которое ведет Михаил Кириченко. Вот, соответственно, там через 5-7-8 минут дальше с вами продолжим и уже будем непосредственно заниматься нашим прямым задекларированным на сегодня темой. Это технико-экономические обоснования, строительство SkyWay и, соответственно, все, что происходит внутри и вокруг проекта SkyWay. Друзья, на этом я с теми, кто с нами прощается, прощаюсь. Ну, а с остальными, друзья, через несколько минут будем продолжать работать дальше. Друзья, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok